В этом видео мы будем пробовать нейл-хаки ко дню Святого Валентина для того, чтобы узнать, какие из них самые лучшие Привет! С вами Анастасия и добро пожаловать на мое шоу Nail Laboratory где мы делаем различные бьюти-исследования и эксперименты потому что, когда дело заходит до нейл-хаков единственный способ узнать, насколько они действительно работают, это попробовать Именно этим мы и будем заниматься День Святого Валентина уже совсем скоро и в этот день, как правило, все дарят подарки и, конечно же, готовят маникюр в котором, как правило, есть какие-либо сердечки Кстати, если вы смотрите это видео в совершенно другое время года то почти все нейл-хаки можно применить и к обычным дизайнам Мы будем пробовать каждый нейл-хак и я буду ставить ему оценку от 1 до 10 и так нам легче будет определить топ-3 победителей Неотъемлемая часть любого дизайна к огню Святого Валентина это, конечно же, сердечки Ну, какие дизайны без сердечек? Но только когда я пытаюсь его нарисовать от руки у меня практически никогда они не получаются симметричными Две половинки как будто бы просто из разных миров Знаете, одна вот такая пухлая, а другая худая В общем, хотелось бы это исправить И для этого существует старый, но проверенный нейл-хак для рисования сердечек Для него вам потребуется дотс Дотсы существуют разных форм и чем больше вы его возьмете, тем, соответственно, сердце будет больше Так что здорово, если у вас есть разные размеры большой, средний, маленький Таким образом, вы сможете создавать сердечки разного размера Для этого можно использовать свой любимый гель-лак Кстати, этот нейл-хак подходит и для обычного лака и даже для акриловых красок Мы просто наносим его на палитру Затем берем дотс, который вы выбрали и набираем точечку Переносим ее на ноготь и ставим вторую рядом Важно, чтобы они были одного размера Вы можете сделать небольшой промежуток между ними В этом случае сердечко будет более такое пухлое, раскрытое Либо поставить две точки вплотную В этом случае сердечко будет похудее И после этого вам потребуется обычная тонкая кисть С помощью которой мы выводим две линии У нас получается треугольник И дальше мы уже аккуратно заполняем это сердечко В этот момент самое главное не испортить его и постараться сохранить симметрию Нейл-хак действительно очень простой и работает И, кстати, это сердце вполне себе можно оставить вот так Очень даже эффектно и законченно смотрится вместе с белым френчем Но можем пойти дальше и сделать его немного матовым и объемным Для этого не нужно его полимеризовать в лампе Мы просто берем прозрачную акриловую пудру и аккуратно сыпем сверху Теперь оно стало таким немного пухлым и матовым И вот теперь нам уже нужно просушить его в лампе не менее 60 секунд И после полимеризации мы стряхиваем остатки пудры Все, после этого не обязательно уже чем-то покрывать Таким образом у нас получилось и матовое сердце, и объемчик Но что, если вы не мастер или у вас по каким-то причинам нет дотса? Можно использовать абсолютно любой другой объект, который напоминает его по форме Например, вот такую заколку-невидимку Как правило, у них на кончике тоже есть вот такая спругленная часть Я видела этот нейлхак, но сама ни разу не пробовала Так что давайте проверим, действительно ли это так Точно так же на палитру сначала наносим гель-лак Выбираем фон, на который мы это будем ставить И набираем капельку Конечно, круг получается не настолько идеальным, как он был с дотсом Но все же у нас есть что-то похожее на кружочек Главное, чтобы второй получился такого же размера Ну а дальше схему вы уже знаете Мы берем тоненькую кисть, соединяем их в треугольник И у нас получается такое красивое симметричное сердечко Я знаю, что меня смотрят мастера разного уровня И многие скажут, ну что это за детсадовские нейлхаки Если вы готовы попробовать что-то чуть-чуть сложнее То сейчас покажу так же, как мы можем создать сердечко в похожей технике Но только нам уже не понадобится ни дотс, ни невидимка А мы будем использовать обычную кисть Чем тоньше она, тем лучше Когда вы набираете гель-лак на кисть Вы наверняка замечали, что внизу образуются капли Как раз такой идеальной сферической формы И именно это мы можем использовать для создания вот этих одинаковых двух точек Но тут главная фишка в том, что делать это нужно быстро Если вы наберете вот эту каплю на кисть и будете сидеть ждать То она начнет двигаться вверх по ворсу Поэтому тут важно зачерпнуть и сразу же под углом 90 градусов перенести на ноготь Давайте попробуем это сделать Набираем гель-лак Ставим И здесь в этом способе небольшой минус Это то, что мы берем больше материала, чем нужно И точки получаются достаточно объемными Так что перед тем, как их соединять и прористовывать остатки сердца Я рекомендую вам почистить кисть от лишнего материала И использовать тот, который у нас есть в этих точках Вот такие способы создания сердечек У нас получилось уже сразу несколько нейлхаков Но давайте тот, который с дотсом или с невидимкой или с кистью считать за один Этому нейлхаку я однозначно ставлю высокую оценку Давайте это будет 9 из 10 Потому что он хоть и старый, мне кажется, он всегда будет актуальный Когда нам нужно создать сердечки И нейлхак с посыпанием акриловой кудры Мне очень нравится Его можно использовать абсолютно для любых дизайнов Не только сердечек И ему мы поставим восьмерку Для следующего нейлхака нам потребуется вот такой прозрачный файл И те же самые инструменты Дотс и Гейлаб Теперь мы уже знаем технику создания сердечек И сейчас мы их будем создавать именно на этой папке А не на ногтях Точно так же ставим точки И здесь я решила быть производительной И делать не от начала до конца А сразу наставить точек И потом постепенно их соединять Но я не учла, что ставить их на вот таком файле Это не то же самое, что ставить на ногтях Здесь они начинают растекаться Так что помните, что они немного увеличатся в размере И если вы хотите маленькие, то делайте их еще меньше Ну или просто работайте быстро и сразу фиксируйте Ставим две точки Соединяем И у нас получаются сердечки Которые нам нужно просушить в лампе 60 секунд Здесь мы можем сделать также разные цвета, разные размеры И главное, старайтесь использовать вот такие гладкие файлы Они бывают также текстурированные На мой взгляд, такие уже не так удобно После полной полимеризации мы отделяем их от файла И теперь можем использовать как аксессуары То есть, по сути, мы с вами только что сделали своими руками аксессуары И да, такие сердечки, конечно же, можно купить онлайн Но этот нейлхак как раз для тех, кто не успел это сделать Ну или вы хотите сделать их особых цветов, которые есть только у вас Теперь давайте переносить сердечки на ноготь Для этого вам потребуется какой-то непросушенный материал внизу Я нанесла густой моделирующий гель Их, конечно же, можно использовать и для внутреннего дизайна Для запечатывания Но если вы их сделаете достаточно плоскими Их также можно добавлять и наверх Но если вы делали сердца большого размера То здесь есть одна проблема Они получаются плоскими А у плоских сердец обязательно будут вот эти зазоры между ногтем Это можно исправить Для этого при создании сердца вам нужно взять файл И не просто положить его на стол А на какой-то скругленный объект Ну, можно взять, например, крышечку от флакона от гель-лака Либо тот же Типс Делаете сердечко и полимеризуете именно таким образом И оно получится у вас не плоским, а с небольшим сгибом А значит, оно идеально ляжет на ноготь И вам не нужно волноваться об вот этих зазорах Но если вы делаете, например, совсем мелкие сердечки То это не обязательно Даже плоские ложатся достаточно хорошо Давайте посмотрим, что у нас получается Нейлхак действительно очень простой Но, на мой взгляд, здесь много работы Нам нужно нарисовать сердечки, просушить их, отделить, перенести Еще придумать, как запечатать, чтобы они не торчали Ведь мы могли бы их просто нарисовать И добавить объема за счет посыпания пудрой В общем, нейлхак неплохой, но в плане практичности Я считаю, он не самый удобный Поэтому ставим ему пятерку Для следующего нейлхака нам также потребуется прозрачная пленка файл И также ваши любимые гель-лаки Но теперь мы наносим их уже не в виде сердечек А просто делаем вот такие полотна из гель-лака Здесь лучше, конечно, выбрать цвета, которые плотно ложатся И дают хорошую крыльстость даже с тонкого слоя Помните, что на любой вот такой поверхности Гель-лак начинает собираться через некоторое время Поэтому здесь нужно действовать быстро И как можно скорее отправить их в лампу Полимеризуем обязательно полностью одну минуту После чего мы будем использовать также дополнительный инструмент Который называется вот так вот бумажный перфоратор Либо степлер Он отпечатывает сразу же дырки в виде сердечек Ну, по сути, как дырокол Только он делает не круглую дырку, а в виде сердца И, конечно, он предназначен для бумаги Но сегодня мы будем создавать свою собственную бумагу из гель-лака После полимеризации не забудьте о том, что нужно обязательно снять липкий слой Потому что если мы будем его трогать Мы можем заработать себе аллергические реакции Да и, в принципе, он будет везде прилипать Так что тщательно все вытираем и отделяем от пленки Теперь это наша бумага И из нее мы будем прокалывать сердечки И здесь, если честно, я думала, что все очень просто Ну, что тут может не сработать? Но нет, как вы видите, наш кусочек гель-лака просто превращается в труху И какое-то сердечко вроде бы оттуда даже получается Но, по-моему, ребят, я здесь была не права Не нужно наносить такой толстый слой И, возможно, еще я перестраховалась его и пересушила Продержала слишком долго Мы хотим тоненькие сердечки, чтобы они не давали много объема И в идеале, если они будут даже немного эластичны Так что давайте попробуем снова Но на этот раз я наношу более тонкий слой и просушу его где-то 40 секунд На этот раз получились более тонкие полоски Я точно так же снимаю липкий слой А вот снять их с пленки уже не так просто Когда они стали тоньше, некоторые разламываются Ну ладно, давайте все равно пробовать И когда я их прокалываю, они все равно трескаются Все-таки гель-лак это не бумага Но не так сильно, как в первый раз Они, по крайней мере, не рассыпаются в труху И некоторые сердечки выходят очень даже симметричными Так что где-то 70% сердечек вроде бы получаются более-менее ровные Но некоторые, да, немного побитые Так что нейл-хак однозначно рабочий Здесь просто нужно приноровиться с толщиной гель-лака Возможно попробовать разный материал Какие-то лучше будут работать, какие-то хуже Просто наносите его потоньше И просушивайте до такого момента, чтобы он схватился Но при этом был слегка эластичным Сейчас мы, по сути, своими руками создали такой нейл-аксессуар Да, такие сердечки, конечно же, легко можно заказать онлайн Но мы можем сделать их и своими руками И теперь давайте переносить их на ноготь Я заготовила белый фон, нанесла густой моделирующий гель И эти сердечки, если честно, мне кажется, все-таки лучше подойдут только для внутреннего дизайна Потому что здесь мы уже не можем играться с размерами Они всегда получатся одинаковые И также они плоские То есть здесь мы не можем играться с изгибом Так что в отличие от предыдущего нейл-хака мы ограничены Но для инкапсулирования, то есть аквариумного дизайна Например, если вы делаете длинные гелевые или полигелевые или акриловые ногти Они подходят отлично Но тот факт, что они достаточно одинаковые и плоские, все-таки немного огорчает Вот такой результат получился И здесь мы видим, что не все сердечки у нас супер ровные В общем, нейл-хак интересный и однозначно рабочий Но опять же, работы здесь требуется немало И результат получается средненький Так что если вы хотите сердечки на ногтях Я бы лучше, скорее, воспользовалась бы предыдущим нейл-хаком Либо вообще там, где мы их рисуем Так что давайте ставим ему оценку 4 из 10 Следующий нейл-хак был очень популярен в прошлом сезоне Он был прямо в моей ленте инстаграм везде Называется он поцелую И для него вам даже не потребуется гей-лак Ну, разве что для фона Нам потребуется помада либо блеск для губ Заключается он в том, что мы красим губы, делаем отпечаток И он остается на ногтях Когда я впервые увидела этот нейл-хак Точнее, увидела готовый результат Я была уверена, что это нарисовано рукой Ну, или что-то там использовали Но нет, мастера прямо действительно брали и целовали ногти клиентов Если вы хотите сделать такой дизайн на себе То тут, в принципе, нет никаких проблем Но вот насчет целования пальцев клиентов я не уверена Мне не кажется, что это очень вегенично Поэтому в этом случае можно сделать так Сначала оставить поцелуй на руке И затем перенести его на ноготь Для такого нейл-хака однозначно нужно использовать стойкую помаду или блеск И лучше матовую Потому что если она будет не стойкой То вы не сможете, скорее всего, ее запечатать Стойкие помады будут держаться, но у них ограниченное время, чтобы поставить отпечаток То есть, если помада хорошая, она не будет оставлять уже следов Поэтому вам нужно нанести ее на губы и сразу же быстро сделать отпечаток Первый поцелуй делаем в салфетку Чтобы убрать основную массу И тогда следующий, который вы переносите на ноготь, оставит эту красивую текстуру губ Ну что, по-моему, получилось очень прикольное И действительно достаточно просто Вот это я понимаю нейл-хак Действительно, сделал раз-два И долго времени не потребовалось Теперь нам нужно полностью просушить Но обычно это где-то минута-две Такая помада достаточно быстро высыхает И мне, кстати, она нравится И в матовом варианте Но если я нанесу матовый топ, она будет выглядеть точно так же Так что давайте все-таки нанесем глянец и посмотрим Самое интересное для меня сейчас это проверить Не будет ли она смазываться Похоже, что тест пройден Ничего не смазывалось И смотрится очень даже эффектно Я бы попробовала еще такой дизайн с разными цветами Где не только один цвет помады А, например, какой-то светлый и темный И так сделать немного многослойно Знаете, как будто засыловали ногти Но это будет уже немало работы Представляете, надо будет каждый раз красить это блеском Наносить его, стирать с губ В общем, нейлхак интересный Но не думаю, что он будет очень долго жить И в меру того, что я считаю не очень правильно Целовать руки клиентов в плане гигиены Поэтому давайте поставим ему шестерку И, наконец-то, тот самый вирусный нейлхак Который заполонил всю мою ленту Инстаграма, ТикТока Все просто его сейчас делают Это нейлхак с магнитом и скрепкой Сначала нам потребуется обычная скрепка Они бывают разные, более мягкие, более жесткие Если она мягкая, то вы, в принципе, сможете все сделать пальцем Но в идеале, чтобы у вас были такие специальные плоскогубцы Для ювелирных украшений Ими будет очень удобно это все скручивать Но лично у меня таких нет У меня обычные самые Поэтому я пользуюсь тем, что есть Подручным материалом Сначала нам нужно как бы сложить ее пополам А затем начать закручивать И край нужно оставить, чтобы получилась такая рогатка И в идеале вот эта рогатка должна быть суперровной и симметричной То есть длина вот этих двух полосок должна быть одинаковой Но когда начинаешь крутить, это не всегда получается Как правило, одна короче, другая длиннее Здесь нужно ее подрезать и укоротить Только, пожалуйста, пожалуйста, не используйте свои любимые маникюрные ножнички Или щипчики для этого Потому что после этого они испортятся навсегда Используем для этого только специальные инструменты Итак, нам нужно закрутить ее и согнуть к низу А сверху у нас остается вот такая рогатка Которую также нужно немного наклонить Так, чтобы два вот этих кончика Были как можно ближе к типсу И для создания этого дизайна Вам, конечно, потребуется магнитный гель-лак Либо гель-лак кошачий глаз И достаточно сильный магнит Бывают разные магниты И некоторые из них, если честно, ну совсем слабые Они не позволят вам сделать такой эффект Я предпочитаю вот такой цилиндрический Он достаточно мощный Вам нужно выбрать ту сторону, которая сильнее Наносим магнитный гель-лак И сначала намагничиваем его с двух сторон Чтобы частицы все перешли на центр типса И после этого мы подсоединяем нашу конструкцию к магниту То есть магнит получается как бы снизу типса И на небольшом расстоянии И подносим так близко, как только можете Но не касаясь И здесь магнитные силы все сделают за вас Вот эти частички начинаются расходиться В форме сердечка Ребята, это так прикольно и так красиво Действительно очень эффектный и легкий нейл-хак Как только у вас получилось то сердечко, которое вам нравится То сразу же отправляем его на полимеризацию Если вам кажется, что теперь для создания этого дизайна Вам потребуется куча разных магнитных гель-лаков Это не так Достаточно иметь хотя бы один Лучше серый или серебристый И если у вас есть витражные гель-лаки То вы можете нанести их сверху И получить больше красивых цветов Например, я вот так попробовала сделать с желтым Выглядит очень даже эффектно Получилось как будто золотой Либо с красным Но витражные гель-лаки должны быть достаточно полупрозрачными Некоторые цвета слишком темные или плотные И тогда эффект уже будет не так хорошо виден Не буду врать, этот нейл-хак у меня получился не с первого раза Но все дело в том, что я достаточно далеко ставила магнит Если магнит далеко, то силы не хватает И вот эти частицы расходятся не так хорошо И сердечко получается не такое четкое Так что просто поэкспериментируйте с расстоянием Попробуйте его подносить ближе или дальше Если форма сердца вас не устраивает Например, она не симметричная Или она не одинаково смыкается То попробуйте подвигать вот эту самую рогатку от скрепки Чуть-чуть по-разному ее расположить Чуть выше, чуть ниже, чуть больше наклонить И тогда она получится, какое вам нравится Посмотрите только, какая красота получается В разных оттенках смотрится очень эффектно Мне нравится Люблю, знаете, такие нейл-хаки Где сделал, прислонил и все То есть вам, по сути, нужно заготовить вот эту штуку И когда приходит клиент, вы просто бамс, прислонили и все Но вот это действительно нейл-хак Но на мой взгляд, несмотря на то, что он такой крутой Он все-таки сезонный Вообще, если честно, я не очень люблю магнитные гель-лаки Они были популярны несколько лет назад Но как-то они вот сейчас смотрятся, согласитесь, немного старомодно Но вот с этим дизайном мне они снова полюбились Не уверена, что этот нейл-хак будет долго на пике популярности Возможно, только один сезон Поэтому поставим ему оценку 8 Нейл-хак крутой, но не уверена, что на много лет Вот такие нейл-хаки мы с вами сегодня попробовали И давайте посмотрим, кто же у нас выбился в лидеры Больше всего оценка девятка я поставила старому доброму нейл-хаку с дотсом Создание симметричных сердечек Также 8 баллов есть и у матового сердца То есть там, где мы используем акриловую пудру для объема И этот самый нейл-хак с магнитом и скрепкой То есть у нас получается 8 баллов у двух нейл-хаков Надо решить Но давайте магнитный все-таки поставим на третье место Потому что я думаю, что он сезонный Напишите, какой нейл-хак вам понравился больше всего Какие вы будете использовать Спасибо большое за просмотр Если вы впервые на моем канале То не забывайте подписаться Потому что новые мастер-классы выходят каждую неделю До новых встреч и с наступающим днем Святого Валентина Пока-пока!